В повести «Бежен лук» из сборника «Записки охотника» Тургенев изобразил наивную романтику русской деревни с её верой в приметы, предчувствия, которые граничит с языческим представлением о жизни природы. Рассказы о дымовом, лешем, водяном, о русалках, оборотнях, таинственных голосах и привидениях, вложенные в уста крестьянских детей, сидящих у ночного костра, полны своеобразной мистической прелести. Таинственная обстановка, в которой происходят беседы мальчиков, покоряет воображение читателя, увлекает и его за собой в чудесный мир народных верований. Автору удалось удивительно верно уловить настроение ночной природы, в которых немалую роль всегда играет таинственное чувство страха. Пятеро детей рассказчиков обрисовано удивительно тонко. Один из мальчиков – Павлуша, самый зрелый. Подобно герою другого рассказа из «Записок охотника» Хорю, он – натура уравновешенная, умная, способная ко многому отнестись критически, с лукавым здравомыслием. В нем намечается уже будущий неутомимый работник, спокойно, без страха, смотрящий в жизнь. Павлуши свойственен фатализм, который укрепляет его душу, несокрушимой верой в то, что от судьбы не уйдешь. Когда все его товарищи, запуганные рассказами, впечатлениями ночи и непонятным лаем собаки, совершенно растерялись, он один с хворостиной в руках, идет во тьму узнать причины беспокойства. В лице Илюши вывел Тургенев человека, который слепо принимает на веру все фантастические поверья, верит в сны и в приметы. В рассказах третьего мальчика, Кости, вера в сказочные образы принимает иной характер. Он умеет прочувствовать красоту всех этих народных представлений. Он, как бы, поэт-мистик. В своей повести Тургенев рассказывает читателю подробности народных суеверий. Деревенский плотник Гаврила, который поверил, что видела русалку, стал томиться тяжелой думой. Баба Ульяна ночью на паперте увидела саму себя, проходящую мимо, и поверила тому, что скоро умрет. Красавица Акулина сошла с ума, увидев водяного. Приметы, предчувствия, таинственные, зовущие голоса, тесно вплетались в представление тогдашнего русского крестьянства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok